Футбольный клуб «Сокол» получил два замечания от Российского футбольного союза. Саратовцев наказали за неработающее электронное табло в Новосибирске и за отсутствие на предматчевом совещании сотрудника службы безопасности клуба. Такая информация размещена на официальном сайте РФС. О других событиях саратовского спорта вы узнаете из следующего материала программы. Гонщики Балаковского клуба «Турбина» завоевали серебро в командном первенстве России по спидвэю, набрав 102 очка. Первое место заняла команда «Восток» Владивосток со 118 очками. Бронза досталась команде «Мегалада» Тольятти с 82 очками. Заключительный этап гонок прошел в Салавате. Там выиграли хозяева трека с минимальным преимуществом. Второе место поделили «Турбина» и «Восток». Третье – «Мегалада». Саратовские дзюдоисты Екатерина Мельникова и Максут Ибрагимов привезли с чемпионата России по дзюдо по медали. Турнир проходил в Хантамансийске с 10 по 14 сентября. Там воспитанники областной спортшколы по дзюдо «Сокол» выступили в составе сборной. В весовой категории до 57 килограмм Екатерина Мельникова завоевала бронзовую медаль. Максут Ибрагимов уступил более опытному сопернику и занял второе место. По словам спортсмена, он совсем недавно перешел весовую категорию до 100 килограммов. Сеебро Ибрагимова на соревнованиях такого уровня – историческое для Саратова. Для него медаль такой же пробы спортсмены региона получали минимум 10 лет назад. Колоссальные достижения для областного спорта, а лично для спортсмена – это, возможно, билет в составе сборной в Бразилию. Сейчас сборы пойдут, турниры международные. Вот надо к ним готовиться, набирать рейтинг, чтобы там дальше Европа, мир. Чтобы отобраться на такой уровень, надо вот сейчас сборы пройти и выступить нормально на Кубках мира и Европы. Будем стараться, готовиться, чтобы показать хороший результат. Может быть, да, войти в состав Олимпийской сборной. В Бильбао в Испании проходит главный клубный турнир сезона – Кубок Европейских чемпионов. Россию на клубном Кубке Европы представляют несколько женских команд. В составе команды «Югра» выступают саратовские шахматистки Наталья Погонина и Баера Каванова. В матче с Нонной Батуми Грузии Наталья Погонина проиграла Беле Хатинашвили. А вот Баера Каванова сумела справиться с Соломе Мелия. В итоге «Югра» проиграла лидеру Еврокубка, сохранив 4 очка после 4-х туров, россиянки опустились на 4-е место в таблице турнира.